Добрый вечер на 12 канале итоговый выпуск новостей в студии Екатерина Булучевская и вот главная тема этого дня. Из полицейских в заключенные, бывшему главе Омского ОМВД Быкову, которого обвиняют в покровительстве нелегального бизнеса, вынесли приговор. Подробности из зала суда. Победа в их руках. Перед нашими омскими предприятиями именно оборонно-промышленного комплекса стоят важные задачи. Один из ведущих оборонных заводов города увеличивает мощности и наращивает кадровые ресурсы. Верблюд-убийца в Тюкалинском районе корабль пустыни насмерть затоптал сторожа. Автобус, который прогуливает работу. Мы больше часа на остановке, никакие к нам ни такси, ничего не ездило. В Черемуховском транспортный коллапс. Машины пропускают рейсы. В чем причина перебоев с графиком? И что в почерке тебе моем? Сегодня весь мир отмечает День письма. Покажем уникальные старинные рукописи и расскажем, почему даже в век информационных технологий стоит почаще выводить буквы вручную. Экс-руководителю омской полиции удалось скостить срок, который для него требовала сторона обвинения. Но тюремного заключения Евгений Быков не избежит, как и многомиллионного штрафа. Приговор ему сегодня вынес Кировский районный суд. Напомню, высокопоставленный сотрудник органов попался на крупной взятке. Он покровительствовал нелегальному бизнесу. Этот громкий процесс с самого начала приковал к себе внимание не только региональной, но и федеральной прессы. Каков вердикт суда и как его воспринял Евгений Быков в репортаже Ангелины Руновой? 10 лет колонии строгого режима и штраф в 20 миллионов рублей. Сегодня в Кировском районном суде прозвучал долгожданный приговор для экс-главы омской полиции Евгения Быкова, который попался на взятке в 6,5 миллионов рублей. Вердикт Фемиды суров. Быков отправится за решетку. Более того, должен будет выплатить круглую сумму за свои коррупционные схемы. Поскольку по решению суда он теперь лишен звания полковник полиции и, соответственно, пенсии по выслуге лет, ему придется постараться, чтобы закрыть этот долг. Я напомню, что в криминальной сводке Евгений Быков угодил больше полутора лет назад, когда попался с поличным на взятки. Тогда, по версии следствия, официальной зарплаты ему показалось мало, и он подался в так называемый теневой бизнес. Начал крышевать сразу несколько омских предпринимателей. Одним из них был владелец этим массажных салонов, где оказывались интимные услуги. Быков за свое покровительство получил с этого бизнесмена порядка 6,5 миллионов рублей. Быков гарантировал бизнесмену так называемую крышу, закрывал глаза на нарушение трудового законодательства и прочие, творящиеся в массажных салонах беспредел, и в итоге неплохо озолотился. Аналогичным способом поправил свое материальное положение за счет еще одного предпринимателя. Тот торговал контрафактным алкоголем и табачной продукцией. С этого бизнесмена Быков поднял около 2 миллионов рублей. Однако теневой бизнес в итоге прикрыли сотрудники ФСБ. Быков и бывший начальник отдела исполнения законодательства полиции по городу Омску-Лебедев в период с января 2020 года по апрель 2021 года получали незаконные денежные вознаграждения с представителей коммерческих структур на общую сумму около 4 миллионов рублей за общее покровительство бизнеса. И уже в ходе расследования Евгений Быков неоднократно менял свои показания. Изначально отказывался свидетельствовать против себя. Позже заявил, что действительно брал деньги с предпринимателями, однако направить средства планировал не на личные нужды, а якобы на благополучие ОМВД, в частности благоустройство. Позже уже в зале суда и вовсе отказался давать показания. Категорически не признавал вину и заявлял, что не знаком с предпринимателями, с которыми якобы был замечен в коррупционных схемах. Доказательствами по уголовному делу являлись это показания свидетелей, взятка дателей, посредников, которые передавали непосредственно денежные средства Евгению Ивановичу. Преимущественную часть составляли результаты оперативно-розыскных мероприятий, сотрудников УФСБ России по Омской области, ну и, соответственно, заключение лингвистической экспертизы. Допросить Евгения Быкова удалось лишь с четвертой попытки, и тогда позоренный силовик попытался обелить запятнанную репутацию. Изобличающий показания своего экс-подельника, подполковника Лебедева, через которого и получал солидные суммы, назвал цирковым представлением, заявлял, что силовики фальсифицировали материалы дела, уголовное дело шито белыми нитками, а в итоге заявил, что влиятельные недруги, цитата, «желают отправить его в тюрьму». Своё последнее слово, которое прозвучало на прошлой неделе, Быков также посвятил не раскаянию, а публичным обвинениям. Обвинил участников процесса в предвзятости и несправедливости. Жаловался на некомпетентность следствия. Обвинил прессу в однобокой подаче его истории, якобы формировании выгодного его недругам общественного мнения. А свидетелей обвинил, если не в лжесвидетельствовании, то, по крайней мере, недостаточной откровенности перед служителями Фемиды. Кульминацией выступления Евгения Быкова тогда стали философские размышления и выражение опасений по поводу того, что отныне силовики вовсе перестанут выполнять свою работу, не будут бороться с коррупцией, опасаясь, что отныне их также могут сделать крайними, как якобы ФСБ сделали крайним Евгения Быкова. Обвинение предложило суду назначить бывшему начальнику ОМВД России по городу Омску наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом в размере 26 миллионов рублей, с лишением специального звания полковника полиции, с конфискацией суммы взятки. Я отмечу, что сегодня на приговор поддержать Евгения Быкова пришла его дочь. Судя по реакции девушки, она оказалась категорически не согласна с вердиктом. А согласен ли с решением суда Евгений Быков, неизвестно. От комментариев он воздержался. Был ли этот процесс последним или Евгений Быков попытается оспорить приговор, пока неизвестно. Ангелина Рунова, Сергей Пайхалов, 12 канал. Как стало известно, судебные тяжбы на этом не закончатся. Адвокат Евгения Быкова заявил, что сторона защиты с вердиктом не согласна. Экс-глава Омской полиции намерен его оспорить. Теперь у бывшего полицейского по закону есть 10 суток, чтобы подготовить необходимые документы, подать апелляцию и попытаться обжаловать приговор. Губернатор Александр Бурков побывал на одном из ведущих оборонных предприятий страны. В Центральном конструкторском бюро разрабатывают и выпускают сложное радиоэлектронное оборудование. На каждом боевом самолете ВКС России установлено не менее двух изделий омского производства, не считая головок самонаведения ракет. Глава региона лично убедился, что цеха завода оснащены с учетом самых современных требований. Постоянное перевооружение технической базы требует и особого внимания к подготовке кадров. В ЦКБА не только организуют практику для студентов и выпускников колледжей и вузов, но и сами готовят специалистов рабочих профессий. Для этого создали учебный центр и за неполный год обучили 66 человек специальности монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов. Региональное правительство активно включилось в процесс подготовки кадров для оборонки. В качестве поддержки работодателям компенсируют затраты на оплату стажировки выпускника вуза или колледжа его наставника на протяжении трех месяцев. Мы сегодня выполняем важную государственную задачу. В условиях вот этого противостояния на международной арене сегодня перед нашими омскими предприятиями именно оборонно-промышленного комплекса стоят важные задачи. Это и модернизация производства, это обновление производственных мощностей и оборудования. Потребность сегодня в кадровом обеспечении, она резко выросла в 2022 году. Мы только за прошлый год трудоустроили на наши оборонные предприятия более 4 тысяч человек. И сейчас заявка идет еще на тысячи людей, которые требуются именно на наши предприятия. По словам Буркова, для него, как для руководителя региона, очень важно, что предприятия борются за кадры, конкурируют между собой за трудовые ресурсы. В таких условиях повышается заработная плата и у омской молодежи появляется право выбора той или иной специальности. Какие изменения ждут регион в 2023-м, об этом уже в ближайшую среду расскажет губернатор Александр Бурков. 25 января глава региона проведет большую пресс-конференцию, ответит на вопросы журналистов и подведет итоги социально-экономического развития Омской области за минувший год. Также он расскажет о ключевых проектах и планах правительства на 2023-й. 12-й канал, как всегда, покажет встречу губернатора и представителей СМИ в прямом эфире. Начало трансляции 25 января в 10 часов. В Омске на два маршрута вышли новые автобусы НИФАС, работающие на природном газе. Об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр Сергей Шелест. Он отметил, что транспортный парк обновился благодаря нацпроекту «Экология», который реализуется при участии правительства региона. 11 пассажирских машин большой вместимости поступили в Омск в прошлом году, и это лишь треть автобусов, которые были закуплены. Кроме экологичности, они отличаются и комфортом. Просторные салоны, откидные аппарели для удобства маломобильных пассажиров и кондиционеры. Оценить все это Амичи могут уже сегодня. На маршрутах 24 и 29 новую технику распределили по этим направлениям. И к другим темам. Амич пал жертвой смертельной атаки верблюда. Ожесточенное противостояние развернулось на базе отдыха «Березка» в Тюкалинском районе на выходных. Акт агрессии попал на камеру видеонаблюдения. В кадре видно, 51-летний сторож по неизвестной причине набросился на животное с кулаками. Двугорбый стал защищаться, искусал, опрокинул, затоптал амича. Потерпевшего доставили в ЦРБ, где врачи диагностировали у жертвы политравму и тяжелую открытую черепно-мозговую. Несмотря на все усилия медиков, сторож скончался в реанимации. К делу уже подключилась полиция. Законно ли на базе держат верблюда, выясняет прокуратура. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка законности действий должностных лиц организации по соблюдению безопасности на территории охотничьей базы, а также исполнение требований по содержанию животных. По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. В Омске изменились квитанции за капитальный ремонт. В платежке теперь указана сумма не за прошлый месяц, а за текущий. При этом увеличился и срок оплаты. Внести средства по общему счету нужно до 20 февраля, по специальному до 10. Ранее, напомню, на транзакцию отводилось всего 10 дней. Поменялось и содержание квитанции. Специалисты добавили в документ информацию о дате и сумме последней оплаты, а также о типе счета дома. Он может быть общий или специальный. Внести деньги можно по QR-коду. Такие нововведения, уверены в фонде капитального ремонта, помогут избежать путаницы в оплате. Новые квитанции уже начали доставлять и мячам. А мячи могут получить социальную выплату на покупку или строительство жилья. В первом квартале 2023-го эта сумма превышает 2,5 миллиона рублей. Получить ее могут люди с инвалидностью и семьи, которые воспитывают ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Главные условия. Они должны быть поставлены на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 января 2005 года. Средства можно направить на приобретение готовой квартиры, возведение собственного дома или же покупку жилья через долевое строительство. Чтобы получить выплату, необходимо написать заявление и обратиться в отдел службы одного окна. Он находится в управлении по обеспечению деятельности администрации Омска по адресу Гагарина, 31, корпус 1. Телефон для предварительной записи на ваших экранах. Юбилейный турнир по каратэ Кубок при Иртышье собрал в Омске рекордное количество регионов. Спортсмены разных возрастов состязались не только за награды соревнований, но и за возможность попасть в сборную страны. Омичи в итоге взяли 9 золотых медалей и заняли второе общекомандное место, уступив лишь новосибирцам. За жаркими баталиями, развернувшимися над татами, наблюдал Алексей Адариев. Масштабные соревнования, которые проводятся при поддержке губернатора Александра Буркова, собрали более 1300 бойцов из 29 регионов России. Этот представительный турнир проходит в Омске уже в пятый раз. И по мнению иногородних гостей, у Омичей нужно учиться прекрасной организации всероссийских состязаний. Омск оказал право на проведение хорошего уровня любых практически турниров. Я хочу, чтобы Омичи так держали эту марку и каждый раз чуть прибавляли-прибавляли, хотя кажется, что уже прибавлять вроде некогда. Шикарно организовано, огромное количество участников. Состязания проходят в разделах ката и кумите. Среди тех, кто представляет Омск, победители и призеры всероссийских соревнований Артем Кузьменко, Игорь Клющеров, Семен Грачев, Евгений Коршунов, Милена Степнева, Иван Курамшин. Омичи – одни из фаворитов турнира. Карате в регионе в последние годы на подъеме. Это очень хорошо, что огромное количество клубов по карате существует в нашем регионе. Ну, а самое лучшее, это, конечно, когда есть соревнования в своем родном регионе. Не надо никуда ехать. Надо тратить какие-то средства на то, чтобы это... Здесь поддержка трибун, здесь поддержка родителей. То есть это те факторы, которые как бы влияют на спортивные результаты. Какие же качества наиболее важны для победы в поединке каратистов? Физическая сила, отточная техника или твердый характер? Характер. Характер всегда побеждает. Бывает зачастую, что выходит очень техничный спортсмен, очень тактически оснащенный, но соперник, который, возможно, уступает ему в этих аспектах, за счет силы воли своей зачастую побеждает. Больше шансов у того, кто умеет сохранять хладнокровность, у тех, кто проводит грамотные, хорошие тренировки, правильно готовится к турнирам. И только все вместе вот эти этапы, если собрать, тогда можно добиться успеха. Любовь парней к виду спорта, где можно проявить физическую силу, бойцовский дух и мужественность, вполне понятна. Но карате во всем мире и на Омской земле в том числе в последнее время привлекает к себе все больше и больше очаровательных дам. Это зрелищно, это эстетично, это красиво. Нет никакой зарубы, нет никаких добиваний лежачих и так далее. Есть только красота, есть какая-то строгость, и воспитание это дает огромное. Карате входит в программу Олимпийских игр, и можно надеяться, что юные звездочки, впервые вспыхнувшие на Омском турнире, уже в скором будущем прославят нашу страну на международной арене. Во всяком случае, представители тренерского штаба национальной сборной, внимательно наблюдавшие за поединками, взяли на карандаш самых талантливых бойцов. Алексей Дарьев, Дмитрий Алдыгепченко, 12 канал. Ну а вот о чем расскажем во второй части выпуска. Автобус, который прогуливает работу. Мы больше часа на остановке, никакие к нам ни такси, ничего не ездило. В Черевуховском транспортный коллапс. Машины пропускают рейсы, в чем причина перебоев с графиком. И вперед в будущее! Юные айтишники запрограммировали киборгов, и они показали все, на что способны. Самые выдающиеся моменты робофеста. И что в почерке тебе моем? Сегодня весь мир отмечает День письма. Покажем уникальные старинные рукописи и расскажем, почему даже в век информационных технологий стоит почаще выводить буквы вручную. Радио Монте-Карло Музыка мирового класса 106,2 FM в Омске Автосалон Автобанк Выбери свой проверенный автомобиль с пробегом Коммунальная 2, корпус 1 Скидка 50% на путевки в санатории Евромет Успейте отдохнуть по полной за полцены в январе Количество мест ограничено Если радио, то максимум 105 FM в Омске Лучшие пчеловоды страны привезли в Омск на ярмарку меда несколько десятков отборных сортов янтарного лакомства Тем, кто хочет поддержать иммунитет, подойдут целебные сорта А вот разнообразить чаепитие сладкоежкам помогут десертные с добавлением фруктов и ягод Для всех покупателей действует акция При покупке килограмма любого меда, килограмм цветочного в подарок Не просто натуральный продукт, а еще и источник важнейших витаминов, минералов и аминокислот Все это о меде Янтарное лакомство не только порадует природной пользой Став альтернативой сахару на вашем чаепитии, но и удивит неповторимым вкусом Еще одно важное преимущество меда – его целебные свойства Привезли пчеловоды в Омске один из самых ценных сортов – мед диких пчел Уникальный экологически чистый продукт Особным спросом, конечно же, пользуется мед диких пчел Он добывается старым дедовским способом и содержит в себе всю полезную пчелопродукцию Это сладкое лакомство станет источником силы, здоровья и крепкого иммунитета На ярмарке вы сможете попробовать не только вкусный мед, но и полезную пчелопродукцию – пергу, маточное молочко Опытные пчеловоды уверены, много меда не бывает и поэтому подготовили для мечей приятный сюрприз Для каждого покупателя на ярмарке действует акция При покупке килограмма любого меда – килограмм цветочного в подарок Попробовать и выбрать полезное лакомство на любой вкус можно сразу на двух площадках Выставка продажа меда проводится с 23 по 30 января в торговом доме «Корона» Остановка ДК имени Баранова, а также в ДК имени Малунцева Когда на работу опаздывает автобус, жители Черемуховского жалуются на перебой с общественным транспортом Говорят, раньше машины выходили в линию строго по графику Теперь же в режиме ожидания людям приходится находиться минимум час А иногда транспорт и вовсе может прогулять По мнению жителей, причина регулярных опозданий, конечно, не в самих автобусах, а в недобросовестном перевозчике Который с 1 января взял на себя ответственность за маршрут Черемуховская-Омск В ситуации разбиралась Анастасия Донец По 30 градусов мороза, мы больше часа на остановке, никакие к нам ни такси, ничего не ездило Это просто было поражение у людей По словам местных жителей, в транспортном локдауне поселок оказался сразу после Нового года Раньше автобус Черемуховская подавал облавтотранс И перебоев в графике не было Но с 1 января перевозками стал заниматься частник, выигравший тендер на маршрут Большие проблемы утром на первом автобусе не уехать Бывает так, что не придет И добираться я не могу только на это Часто опаздываешь на работу Рейсовый автобус номер 132 Единственный транспорт, соединяющий поселок Черемуховская и Омск Если он не пришел, люди вынуждены идти несколько километров до трассы А оттуда добираться до города на попутках Больше нам не на чем поехать Вот только дойти до трассы И то проходящие автобусы нас не берут Потому что у них здесь остановки нет Вот дойдешь туда весь, как колотушка замороженная Автобусы идут мимо Сегодня оба утренних рейса и на 6.30, и на 7 часов пришли вовремя Но местные жители уверены, такая пунктуальность скорее исключение И связана она с приездом нашей съемочной группы Сами водители с этим не согласны Говорят, приходят каждый день без опозданий Я не знаю, что люди недовольны Все нормально, оттуда стоит Есть график Конечно, но бывает, может там вечером пробки, допустим От этого никто не застраховывает В областном Минтрансе нам рассказали, что на самом деле были зафиксированы нарушения со стороны индивидуального предпринимателя Который обслуживает 132-й маршрут В том числе и отклонение от схемы движения и графика транспорта С водителем транспортного средства, осуществлявшего заправку автобуса во время выполнения рейса по маршруту номер 132 Проведена разъяснительная работа о недопустимости нарушений пути следования по маршруту Перевозчик предупрежден об ответственности за несоблюдение требований, установленных государственным контрактом Сейчас вопрос соблюдения перевозчиком установленного расписания и схемы движения находится на постоянном контроле Министерства транспорта и дорожного хозяйства Омской области На постоянного покупателя магазина электроники завели сразу 6 уголовных дел МИЧ целый месяц брал товары, но на кассе за них не расплачивался Заявлением в полицию обратился представитель торговой точки Он сообщил о пропаже 7 пар беспроводных наушников на общую сумму в 50 тысяч рублей Грабителя установили по записям с камер видеонаблюдения В общей сложности он орудовал в течение месяца Каждый раз, идя на дело, специально по-разному одевался и незаметно крал товар с полки магазина Затем продавал похищенное на рынке На данный момент обвиняемый находится под стражей На него заведено 6 уголовных дел за кражу Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы Не просто игра в роботов, а становление будущих инженеров Фестиваль Робофест собрал в Омске более 600 будущих айтишников из России и зарубежья Ради победы участники бросали вызов самым сложным задачам С которыми справиться под силу не каждому взрослому специалисту В мире роботов, который, как выяснилось, не такой уж далекий На выходных побывала и моя коллега Анастасия Вишова Преодолеть трассу, собрать светофор, заправиться Главное не сбить препятствия и не выйти за черту Соревнования похожи на дистанцию в автошколе Вот только за рулем вовсе не человек Экзамен сдаёт робот, управлять им нельзя После нажатия кнопки машина должна самостоятельно принять решение, где повернуть И в каком порядке собрать цветные бочки Программируют их ребята на месте Робокарусель, так называется, дисциплина Одно из самых сложных направлений фестиваля Не просто так Команда-победитель будет защищать честь региона на конкурсе в Москве Могут возникать люфты Люфты – это когда мотор может повернуться чуть больше, чем надо Из-за этого у тебя может захват подвинуться чуть дальше и цилиндр может не взять просто Или в боксе он может просто дернуться и сбить столбик Также сложность возникает в том, что могут возникнуть просто небольшие проблемы в программе Что блок в силу того, что это электроника, может просто зависнуть и может пропустить просто какое-либо действие На первом этаже конгресс-холла развернулся настоящий летательный полигон В Омске впервые прошли соревнования среди операторов-беспилотников Организаторы уверены, такая сфера станет профессией будущего Уже сейчас аппараты помогают тушить пожары, обрабатывать поля, доставлять грузы Инженеры уже даже представили модель беспилотного летающего такси Рассчитано оно на одного пассажира, а в воздухе находится около получаса Управление дронами может даже войти в школьную программу по физкультуре Такое поручение дал вице-премьер страны Дмитрий Чернышенко У обручи надо пролететь змейку и с детей сесть Что самое сложное здесь? Пролететь змейку, потому что она находится близко к сетке и дрон постоянно цепляется за ней В этом году на фестивале ребята соревновались в 14 направлениях На площадке Hello Robot выступили те, кто только начинают знакомиться с машинами Другие с помощью 3D-ручки построили замки и карусели В этом году впервые у нас проводится мобильный, конкурс мобильных приложений Ребята делали два вида приложений, это игровые и деловые приложения Чуть позже придут ребята с видео и мультфильмами Мультфильмы ребята готовили заранее, а видеоролики у них была возможность снимать сейчас Вот буквально в режиме реального времени В робофесте приняли участие больше 300 команд из Омской, Новосибирско-Челябинской областей, Республики Хакасия и Казахстана Площадки разработаны для ребят от 5 до 18 лет Состязания помогают прокачивать навыки юных инженеров в механике, программировании и теории управления Фестиваль стал ежегодным, в Омской области он прошел уже в 8 раз За 8 лет активной работы многие ребята уже из детей превратились в осознанных студентов Которые свою специальность связали именно с этим направлением Сейчас эти сферы ключевая в развитии экономики страны Новые технологии применяются не только на предприятиях, но и в медицине, развлекательной индустрии Кто знает, может быть именно эти ребята в будущем построят летающий город Или научат искусственный интеллект справляться с неизлечимыми заболеваниями Анастасия Вишова, Дмитрий Ладогепченко, 12 канал Инспекторы ДПС организовали облаву на пьяных водителей Проверки проходили на выходных в рамках операции «Трезвость» Усиленные патрули дежурили в разных частях города и останавливали буквально каждую вторую машину Смотрели документы и проводили профилактические беседы В итоге почти два десятка человек отстранили от управления автомобилями У них были выявлены признаки опьянения И еще в 12 случаях у водителей не оказалось при себе прав В общей сложности в ходе рейда «Трезвость» было выявлено более 200 нарушений правил дорожного движения Клавиатуру в сторону! Сегодня весь мир отмечает день ручного письма Скептики скажут, такой праздник в век цифровых технологий уже не актуален А вот каллиграфы уверяют, почерку по-прежнему нужно уделять особое внимание Как это делали, к примеру, в эпоху Пушкина В Омской библиотеке, которая носит имя знаменитого писателя Сохранились уникальные рукописные тексты классика Мы предложили изучить их эксперту в области почерка Наталья Змага расскажет о результатах исследования Неследственный, а скорее творческий эксперимент Криминалист Роман Богданов изучает рукописные творения Александра Сергеевича Пушкина Все они были сделаны в разные периоды и в различных обстоятельствах Например, этот текст Бахчисарайского фонтана Поэт выводил каллиграфическим почерком для издателей А этот — черновик того же произведения Третий образец — так называемый донжуанский список Имена покоренных писателем барышень Классик набросал карандашом для альбома Елизаветы Ушаковой Видимо, такой откровенностью он хотел завоевать сердце очаровательной блондинки На первый взгляд, почерк везде разный Но опытный специалист сразу выявляет общие черты Допустим, написание интересных буквы Д Элемент, который выполняется по нормам прописи Под строкой Пушкин пишет над строкой Конечно, в разных различных вариантах Более такой размашистый — это вот в этом варианте, в каллиграфическом Я не могу сказать, какой характер был у Пушкина Но я могу сказать, что он это писал Порой это бывает важнее Почерковедение — раздел криминалистики Который обыватели часто путают с графологией Весьма спорной психологической дисциплиной Суть ее в существовании связи между характером и почерком человека Учение пришло в Россию из Европы Но так и не прижилось в нашей стране Не признавали графологию и в Советском Союзе Все дело в том, что некий академик Владимир Бехтерев Как-то обмолвился в кулуарах о результатах экспертизы записки Сталина Где значилось, что это почерк агрессивной личности с манией преследования После этого академик погиб при невыясненных обстоятельствах А графологию признали лженаукой Рукописные книги нынче редкость Бахчисарайский фонтан 1827 года хранится в особом отделе библиотеки Пушкина На каждой страничке специальная печать тиснения, что говорит о подлинности Произведение переписывали от руки из-за небольшого тиража поэмы В тысячу экземпляров Это копия творения деда знаменитого омского ученого Петра Драверта Она сохранилась у нас в библиотеке Петра Людовиковича Драверта И этот экземпляр принадлежал его деду Станиславу Который возглавлял канцелярию в Вятке Канцелярию именно гражданского губернатора И там же он встречался с вдовой Александра Сергеевича Пушкина Самой с Натальей Николаевной, тогда уже Ланской Сложность прочтения рукописных книг современниками Не только в разборчивости, но и особенностях алфавита, который менялся В текстах 19 века можно встретить пять букв, которые со временем ушли из обихода литераторов Начиналось все с 42 букв, потом 39 букв И потом мы вернулись, вернее обрели азбуку в 33 буквы Кстати, у нас в библиотеке Пушкина мы проводим рукописную мастерскую Где особым образом изучаем процесс потери наших букв и что за этим стоит В век информационных технологий люди все чаще пользуются клавиатурой День почерка призван напомнить человеку, что писать от руки полезно для здоровья Это развивает мелкую моторику, способствует длительному запоминанию информации И позволяет четче формулировать мысли Ведь для рукописного текста люди тратят больше времени и сил, чем при кликании на компьютере или смартфоне Наталья Змага, Юрий Репин, 12 канал Далее прогноз погоды Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Телеграме, Одноклассниках и на Ютубе Найти их можно и на сайте 12канал.ру Также вы можете предложить свои новости, прислать их нам по электронной почте Или же позвонить в редакцию по телефону 695-641 Оставайтесь с нами Спонсор прогноза погоды в части новостей ООО Брокерская компания Бюро кредитных решений Ваш надежный помощник в вопросах кредитования Итак, завтра 24 января в Омске переменная облачность Температура воздуха ночью минус 8, минус 10 Днем 6-8 градусов холода В районах также переменная облачность Ночью минус 11, минус 12 А дневная температура 7-9 градусов ниже нуля Ветер юго-западный 4 метра в секунду Атмосферное давление составит 760 миллиметров ртутного столба Бюро кредитных решений предлагает вам помощь В получении всех видов потребительских кредитов Ипотека, кредиты под залог Работаем без предоплаты Оформление услуг дистанционно Телефон 590539 Таковы новости этого дня Благодарю вас за внимание и желаю хорошего вечера Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин